Попробовать свои силы в проекте «Охота на дичь» может любая рок-группа. Неважно, существует ли коллектив месяц или несколько лет, записаны песни на профстудии или дома на кухне. Все, на что обращают внимание музыкальные эксперты на предварительном отборе – это талант. Кстати, об экспертах. В этом году решать судьбу будут корифеи рок-музыки. Это и фронтмен группы «Тараканы» Дмитрий Спирин, и бывшая солистка группы «Мельница» Алифтина, а также Дмитрий Жвакин, вокалист кофешопа. По системе Эрика Клэптона действуем. Мы собираемся все вместе прямо в эфирной студии и давай слушать вместе с телезрителями, с радиослушателями, с интернет-зрителями, со всеми. Мы начинаем слушать эту песню, потом смотрим на реакцию друг друга и начинаем уже каждый для себя ставить пометочки в своих записях. Но основными двигателями молодых музыкантов на большую сцену являются слушатели «Экспресс-радио Орел». Каждую неделю они голосуют. Коллектив, за который пришло больше всего СМС-сообщений, попадает в финал охоты на дичь. В прошлом году в основном это были Орловские коллективы и коллективы близлежащих областей и губерний. Теперь заявки от Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до Сочи. И это очень радостно. Это радостно, потому что мы имеем возможность промониторить всю Россию и увидеть по-настоящему талантливые коллективы, которым может быть нужна наша помощь. Всем участникам предоставляется ротация на «Экспресс-радио» в прямом эфире. Победитель проекта запишет свои песни на профессиональной студии и, конечно, выступит на одной сцене с известными роковыми коллективами на фестивале «Охота на дичь» в сентябре. Алина Лагутина, Олег Фомин, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».